Добрый день! На 12-м канале Час Новостей, в студии Анна Черных, в этом выпуске. За гибель пятерых людей отправиться в колонию в Омске осудили мужчину, из-за которого сгорело общежитие. Бьет рекорды. В Омском инфоруме участвует больше 250 журналистов. На первой площадке поговорили о будущем печатных изданий и открытости чиновников для прессы. Купание с риском для жизни в Иртыше утонули еще два человека. Уложить асфальт и не сесть в лужу. У нас часто в интернете пестрит лужи, укладывают асфальт и бетон. Не было в дальнейшем таких инцидентов. Омские общественники следят за качеством ремонта дорог. Акробатические трюки над водой. В акватории на Зеленом острове прошли соревнования по вейкбордингу. Карри Рямя в Омске. Пока без жены и дочки. В стан авангарда приехал главный вратарь. Областной суд вынес приговор мужчине, по вине которого зимой погибли пять человек. Среди них двое детей 13 и 14 лет. Напомню, трагедия произошла 28 января ночью в поселке Новоомске и загорелось общежитие. До приезда пожарных 90 человек успели покинуть полыхающее здание. 50 мечей вывели спасатели, 10-х спускали по автолестнице. И все-таки пятерым спасти не удалось. Люди задохнулись, еще семеро получили серьезные травмы. Виновником трагедии признали одного из постояльцев общежития. Он пьяный, готовил еду на плите, но уснул. Суд учен положительные характеристики местного участкового. А также тот факт, что зачинщик пожара активно помогал тушить огонь и эвакуировать людей. Приговор два года и восемь месяцев в колонии поселения. 28 января 2018 года около пяти часов утра, находясь в одной из комнат общежития Омского аграрно-технологического колледжа, во время приготовления себе пищи, по неосторожности разлил растительное масло на раскаленную поверхность электрической плиты. В результате этого произошел пожар, продукты горения которого распространились по всему четвертому этажу общежития. Больше 250 журналистов принимают сегодня участие в Омском инфоруме. Уникальный образовательный всероссийский проект этим утром стартовал в экспоцентре. Приглашены журналисты, блогеры, медиаменеджеры, пресс-секретари. Для каждого направления организована своя программа. В эти минуты обсуждают новые тренды в СМИ. Задача инфорума – вывести региональные СМИ на новый уровень. Серьезную практику в рамках программы получат молодые репортеры. Им расскажут о трендах в СМИ. Одна из основных тем инфорума – доверие. Федеральные и региональные акулы-пера обсудят самые эффективные практики борьбы с непроверенной информацией. Не случайно первый инфорум прошел в Кемерове. Поводом для обсуждения стала недавняя трагедия в развлекательном центре «Зимняя вишня». И то, как моментальная история обросла массой непроверенных и зачастую неправдивых деталей. Омская область стала третьей площадкой инфорума. Здесь форум стартовал необычно с интерактива главы региона Александра Буркова. В течение часа руководитель области отвечал на вопросы акул-пера. «Открытость, безусловно, важна. Если мы хотим, чтобы решения, вырабатываемые властью, были правильными и были реализованы, нужно общение сегодня с сообществом, с журналистом и просто с гражданами. Если не будет общения, то, конечно, решение будет приниматься уже без учета мнения населения. А это самое страшное. Поэтому сегодня я с удовольствием принял приглашение и провел диалог с журналистами, любимыми журналистами. Надо отметить, что у нас в Омской области достаточно сильное сообщество, профессиональное сообщество, и они сегодня играют огромную роль». Сегодня на форуме выступают именитые российские журналисты, в том числе и председатель Союза журналистов Владимир Соловьев. Большую часть своей карьеры, почти 30 лет он работал на телевидении, прошел 7 войн в качестве военного корреспондента. Записывал эксклюзивные интервью с президентами СССР и России, Горбачевым, Ельциным, Путиным, а также с главами других государств. Моя коллега Анастасия Галаева успела пообщаться с Владимиром Соловьевым и должна предоставить эту уникальную возможность нам. Здравствуй, Настя. Мы ждем эксклюзивное интервью. Здравствуй, Настя. Владимир Геннадьевич, добрый день. Омск не первый город, где проводятся подобные форумы и будут они проводиться еще в 26, если я не ошибаюсь, в городах. Теперь уже в 23. В чем сверхзадача подобных встреч? Ну вот вы, наверное, сами это слово, эту аббревиатуру «Инфорум» услышали впервые, правда? Мы придумали в Союзе журналистов этот новый, совершенно уникальный формат. В самом этом слове заложено и информационный форум, инновационный форум. Там есть и инфо, и форум, и рум. В общем, каждый может придумать для себя свое понимание того, что происходит. Но мы все эти форумы называем практикуми. То есть, по сути, это некоторая форма повышения профессиональной квалификации журналистов. Почему мы это придумали? Во-первых, и я, и мои коллеги, секретари своих журналистов, путешествуя по стране, приходится очень много ездить. У нас 83 региональных отделения во всех больших городах страны. И общаясь с коллегами, все больше понимаем, что профессиональный уровень наших коллег, особенно молодых, которые приходят в региональные СМИ, он бывает достаточно низкий. Уровень тех коллег, которые работают, он иногда остается на определенной позиции и не повышается. Им хочется узнать чего-то нового. Например, в районках узнать больше про финансирование, про то, как подбирать себе рекламодателей. Для представителей районной прессы нынешний форум огромное событие, мне кажется. Естественно, как бороться с почтой России, я хотел сказать. Для молодежи, например, интересно продвижение в соцсетях. Весь этот комплекс вопросов, который назрел в разных сферах СМИ, мы хотим обсудить на этих форумах. Кроме всего прочего, после страшной трагедии в Кемерово, наше общество пришло к пониманию того, что мы можем неожиданно оказаться под волной фейк-ньюс. И в этот момент трудно разобраться, где правда, где ложь. Потому что наши сограждане, которые занимаются самостоятельным творчеством, такие как авторы телеграм-каналов и ютуб-каналов, они, по сути, не отвечают за свои слова. А зрители, читатели, слушатели не понимают разницы между этими гражданами и профессиональными журналистами, которые за свои слова отвечают. То есть наша профессия с вами размывается лёгкостью распространения информации, мгновенной и совершенно размытой. Поэтому мы придумали и решили обновить в том числе и кодекс этики журналиста, который 20 лет назад был принят на одной из конференций. Тогда ещё, по сути, не было интернета, не было вот этих вот новых форматов. И вот весь этот комплекс вопросов, который давно назрел, мы решили на этих инфорумах обсудить и подвести итоги на самом большом в мире журналистском форуме, который проходит традиционно каждую осенью на побережье Чёрного моря. Раньше он был в Догомысе, теперь он будет в Сочи с 6 по 11 октября. И основные итоги на нашем столетии. А Союз журналистов России в этом году исполняется 100 лет. Мы 14 ноября будем отмечать, я надеюсь, присутствие первых лиц страны и всей журналистской элиты не только страны, но и всего мира. Мы уже очень многих пригласили, наших коллег. И там мы эти итоги подведём, и мы, я надеюсь, мы сможем аккумулировать все проблемы, которые стоят перед прессой, как печатные, перед телевидением, радио, интернет, СМИ. И попытаемся донести все эти вопросы туда, где их возможно решить. Спасибо огромное, Владимир Геннадьевич. Скажу ещё, что председатель Союза журналистов России не так давно вернулся из Китайской Народной Республики. О сотрудничестве с китайскими коллегами и о таком славном журналистском опыте Владимира Геннадьевича Соловьёва. Действительно, это такой знаковый человек для российской журналистики. Он брал интервью и у Бориса Ельцина, у Михаила Горбачёва, у Владимира Путина. Очень много работал военным корреспондентом. Обо всём этом вы узнаете в программе «Акценты недели» в субботу в 19.30 на 12.00 канале. Не пропустите. Инфофорум продолжается. Я передаю слово большой студии. Аня. Спасибо, Настя. Напомню, с Владимиром Соловьёвым беседовала моя коллега Анастасия Галаева. В центре Омска утонул 25-летний парень. Трагедия произошла на Зелёном острове. Пока неизвестно, рыбачил он или купался. Полицейские ведут расследование. Это не единственный несчастный случай за последнее время. В Горьковском районе в котловании погибла 27-летняя девушка. По словам спасателей, основная причина ЧП на воде – купание на несанкционированных пляжах, где не исследовано дно и не дежурят спасатели. Там могут быть ямы, течения, подводные какие-то камни, коряги. Всё, что может провоцировать гибель. Вторая причина, которая наиболее ярко выражена – это купание в состоянии алкогольного опьянения. Ну и далее уже две другие причины, которые могут возникать. Это, если говорить о детях, это слабый контроль со стороны взрослых. То есть дети находятся у воды либо без надзора взрослых, либо родители следят за ними не в полной мере, и ребёнок неожиданно куда-то забегает в воду и может утонуть. Ну и ещё одна причина – это несоблюдение элементарных правил безопасности на водных объектах. Добавлю, что с начала этого купального сезона утонули уже 30 человек, среди них четверо детей. Спасатели убедительно просят жителей соблюдать правила безопасности на воде. Дорожные ремонты в разгаре. Новый асфальт уже уложили на Комсомольском мосту и на путепроводе по улице Госпитальная. Отремонтирована вся 36-я Северная, а в области идёт реставрация участка Омск-Тара. На очереди 94 километра региональных дорог. За качеством выполнения дорожных работ вместе с официальными инстанциями пристально следят общественники. Подробнее в сюжете Анастасии Евдокимовой. В группе контроля не только активисты, но и эксперты, инженеры, технологи, преподаватели технических вузов. Они оценивают качество проводимых работ, контролируют ровность и прочность дорожного покрытия. Вот в частности лаборатория такая специализированная, которая позволяет нам выполнять контроль качества ровности методом сканирования. То есть это высокопроизводительный точный метод, потому что метод сканирования, то есть камеры стоят соответствующие, они снимают дорогу, и сразу у нас на дисплее появляются данные по ровности, по поперечным уклонам. Сегодня прошёл не просто рейд, а мастер-класс по обучению новичков. Им показали, как работает дорожная техника, датчики и системы слежения, на что следует обращать внимание в первую очередь. Контролируется температура асфальто-бетонной смеси при укладке. Также идёт сзади стройконтроль, проверяет уже непосредственно градусником температуру укладки. Сегодня в городе ремонтируются три десятка магистралей. На каждый контроль ведут в том числе общественники. И как уже отмечают специалисты отрасли, благодаря активности людей и своевременным сообщениям, качество дорог заметно улучшилось. Подают своеобразный сигнал, чтобы та же подрядная организация уже неповадно было, плохие погодные условия, или как у нас часто в интернете пристрелят лужи, укладывают асфальто-бетон. Не было в дальнейшем таких инцидентов. Как бы одного пропиаря, другому уже неповадно было. Кроме контроля качества укладки, общественники могут брать образцы асфальто-бетонной смеси на экспертизу, чтобы убедиться в правильности пропорций и соответствии состава нормам. Дорожный контроль должен осуществляться на всех стадиях. От проекта до сдачи в эксплуатацию. Анастасия Евдокимова, Сергей Никифоров, Павел Ромость, 12 канал. Сломя голову над водной гладью, в Омске прошли соревнования по вейкбордингу с участием райдеров-экстремалов из Новосибирской Челябинска. Было непросто, но омичи их сделали, поразив всех своим мастерством. Акватория на Зеленом острове отлично подходит для отработки самых сильных трюков. Но для подготовки чемпионов, а вейкбординг могут включить в олимпийскую программу, трассу нужно улучшить. Сейчас она реверсивная, канат движется вперед-назад, а нужна кольцевая. Где взять средства и каковы шансы омских вейкбордистов попасть на Олимпиаду, расскажет Елена Смирнова. Умение плавать и желание взлететь. Обязательный минимум, чтобы встать на вейкборд. А вот оттачивать мастерство в трюках можно бесконечно. К падению в воду приводит малейшее неосторожное движение. В скольжении по волнам и акробатическим этюдам надводной глади омские райдеры соревнуются с экстремалами из Челябинской и Новосибирска. Каждая программа обязательно состоит из флетовых трюков. Это движение на ровной поверхности, прыжков с трамплина и джибинга, то есть скольжение по трубам. На джибе я очень люблю джиб, мне это нравится. Я катаюсь для себя, когда на джибе. С трамплинов мне тоже нравится ощущение полета, а флетовые трюки очень сложно. Хозяева акватории в лидерах чемпионата, хотя признаются спортсмены, им сложнее, чем гостям. Вопреки расхожей поговорке, домашние стены, а точнее канаты и пристань не помогают. Дома всегда выступать сложнее, потому что, когда ты приезжаешь в другие парки, это другая атмосфера, райдеры отдыхают и непосредственно настраиваются уже на сам старт. А когда выступают дома, тут все равно очень много друзей, близких, знакомых. Постоянно кто-то отвлекает, где-то надо помогать, кому-то рассказывать. И, естественно, это немного сказывается, и есть определенное волнение для выступлений. И поэтому, да, нашим райдерам сейчас немножко сложно, чем как приезжим. Впрочем, для тренировок этот парк подходит практически идеально. Здесь можно отрабатывать все фигуры высшего пилотажа. Однако в мечтах спортсменов усовершенствовать площадку. Сейчас в распоряжении райдеров реверсивная трасса. Канад движется вперед и назад. Нужна еще и кольцевая. Нам надо устанавливать кольцевую трассу, где один за другим райдеры могут 5, 6, 8 до 10 человек. Там разные есть трассы. Цепляются друг за другом и выполняют уже по круговой системе различные трюки. Есть у нас в планах трасса, но она и стоит, естественно, на порядок дороже. Мы планируем так, чтобы летом вейкборд, а зимой будем здесь стараться строить именно и сноупарк. То есть, чтобы круглогодично было использование этой территории и акватории. Ну, а трасса может обойтись примерно в полтора миллиона рублей. Сейчас яхт-клуб, где и тренируют вейкбордистов, ищет инвестора. Обсуждается вопрос о возвращении водно-лыжного спорта в олимпийскую программу. И, как знать, возможно, уже в 2024 году за олимпийское золото поборются омские экстремалы. Кари Рямио в Омске. Финский вратарь прилетел сегодня. В этом сезоне он будет защищать ворота «Авангарда». Кари рассказал в аэропорту журналистам, что рад вернуться в Сибирь. Правда, пока он будет жить один. Жена с маленькой дочерью присоединятся позже. Пояснил Рямио, что знаком с новым тренером команды Бобом Хартли. Вместе они работали в НХЛ. Кари знает жесткие методы нового наставника и полностью готов к такому резкому хоккею. Кстати, сейчас для вратаря разрабатывают новый дизайн шлема. На нем будет изображен ястреб. Прогноз погоды уже через минуту. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Металлочерепица. Профнастил. Окна ПВХ. 999-222. Одеться стильно для женщины является наилучшей возможностью выражения своей индивидуальности. В этом вам поможет БелАрт. Женская одежда российского производства. БелАрт. Континент 2. Бутит 208. Восточный банк разработал новый кредит наличными. До миллиона рублей под 11,5%. Восточный банк. Всегда хорошие новости. В приложении 2GIS вы найдете удобный рубрикатор и подробную информацию об организациях, отзывы о компаниях и расположении входов, маршруты для общественного транспорта, автомобилей и прогулок, навигатор с отмеченными светофорами, камерами и лежачими полицейскими. Скачайте 2GIS бесплатно в App Store и Google Play. Возрастное ограничение 0+. Ходил раньше Павел и старый за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь шпикачки чешские. Всего 195 рублей за килограмм. Вот это цены! Сэкономил Павел и купил всей семье новые велосипеды. По здоровью есть вопросы. И о погоде. Завтра, 13 июля, в Омске и области пасмурная температура воздуха в районах. Ночью 18-20, днем 27-31 градус тепла. В Омске ночью до плюс 20, днем столбик термометра поднимется до плюс 29. Ожидается дождь с грозой. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. Эфир 12 канала продолжит программа «Между двух огней». Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова